Пока Браун сутками напролет проходил новое метро, дабы поделиться с вами в обзоре своим мнением и впечатлениями об этой игре, я неторопливо подготовил для вас результаты тестов, чтобы вы по полной насладились отечественным постапокалипсисом, ну или хотя бы наполовину, это уже зависит от вас. По традиции начнем с самой мощной сборки, которая у нас имеется, посмотрим к чему игра больше всего придирчива и уже понемногу будем упрощать сборку. Итак, погнали. Как обычно, начнем с i7-8700K, разогнанным до 4,8 ГГц в паре с GTX 1080 Ti и две планки по 8 гигабайт оперативной памяти, работающих на частоте 3200 МГц. На экстремальных настройках в Full HD разрешении прогон в открытом мире показал 103 кадра в среднем с просадками до 83. В видеопамяти игра съедает всего 4,5 ГБ, а мощный процессор большую часть времени работает на 50 процентов, а иногда даже на все 80. Оперативной памяти занято всего 6,5 ГБ и почти 10 в файле подкачки. Возьмем сборку попроще. i5-8400 вместе с GTX 1060 и все те же 16 ГБ в двухканальном режиме. В Full HD ультра настройки средний фреймрейт держался на отметке в 64 кадра с минимальным 42 кадра. Здесь уже процессор частенько грузится на все 100. Снизим настройки до высоких и получаем 71 кадр в среднем с просадками до 37 во время смены погоды. Делаем выводы, что игра довольно прожорлива как к видеокарте, так и к процессору, особенно при смене локации. Давайте посмотрим, как поведет себя многопоточный Ryzen 2600, работающий на частоте 4,2 ГГц. Видеокарта все та же 1060 и 16 ГБ оперативной памяти. На ультра настройках в Full HD разрешении средний фреймрейт держался на отметке 66 кадров и минимальный 45, а с высокими настройками получаем 82 кадра в среднем с просадками до 55. Здесь уже процессор чувствует себя куда свободнее и несмотря на сходство результатов с i5 игра ощущалась плавнее, особенно при смене событий. Все же многопоточность для метро желательная опция. А теперь бюджетный сегмент. i3-8100 в паре с GTX 1050 Ti и две плашки по 4 ГБ, работающих на частоте 2800 МГц. На средних настройках в Full HD разрешении результаты 51 кадр средний и минимальный 38, а на низком пресете 65 кадров в среднем и 1% 43. На мониторинге четко виден упор на видеокарте, хотя процессор тоже нехило так напрягается. Сменим процессор на Ryzen 1400, видеокарта и оператива те же. На средних настройках в Full HD результат получился 53 кадра в среднем с просадками до 38. На низких настройках получаем 68 кадров средний показатель и минимальный 50. 1400 и Рязань в данной игре держится молодцом, но просит к себе в команду видеокарту помощнее. Ну а теперь гипербюджетный уровень и начнем с такого же гиперпентиума G4560 в связке с GT 1030 и 8 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 2200 МГц. Само собой в двухканальном режиме. Минимальные настройки и мучительный Full HD радуют нас 27 кадрами в среднем с просадками до 20. Снижаем разрешение до 1600 на 900 и уже 34 кадра средней и 1% 22 кадра. Ну а совсем мобильные 720p позволяют насладиться 39 кадрами в среднем с просадками до 25. И завершает как обычно тесты Ryzen 2400G со встроенной вегой. Оперативная память в такой сборке должна быть 16 ГБ в двухканальном режиме. Минимальные настройки в Full HD и Vega тягает метро на 31 кадре в среднем с просадками до 19. Причем сам процессор редко нагружается выше 50%. При разрешении 1600 на 900 результат 39 кадров в средний и 1% 27. И наконец 720p выдает нам 50 кадров как средний фреймрейт, а 33 за минимальный. Ну и теперь самое время подводить итоги. Это один из редких случаев, когда в новинке AMD чувствует себя лучше чем Intel за счет потоков. По мне так новое метро получилось несправедливо прожорливым к ресурсам ПК. В плане графических решений я не увидел ничего нового, даже наоборот местами мне казалось, что я откатился года эдак на 3. Особенно лицевая анимация, ну очень уж простая. Лучше бы вместо трассировки лучей, которые кстати мы позднее будем тестировать, добавили бы оптимизации. Это если говорить о техническом моменте. А если по части атмосферы, то ребята молодцы. Русский Fallout удался на все 100%. И если не корчите из себя искушенного игрока, то удовольствие получить от игры можно. И на этом у меня все, спасибо друзья за просмотр, увидимся в следующих выпусках. Пока!